КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИЦЫ Нужно быть уверенным, что все вот эти вот лидеры террористов и уголовников, захвативших Донбасс, рано или поздно превращаются в кровавый студень с вкраплениями пуговиц. Причем надо понимать, что Дрёма же был не просто казачком, Дрёма был диктатором. Дрёма захватил городиш Кастахан, свой родной город, в котором оторвался на полную катушку и где смог установить полностью вот свои порядки. Он мстил всем, он мстил гардеробщице, которая когда-то в школе не туда повесила его пальто. Он преследовал бывших школьных учителей, каких-то девок, которые ему отказали под каким-то сеновалом. Он строил этот Стаханов и парол казачьими нагайками, вот просто каждого, кого он увидел на улицу и ткнул бы в него своим пьяным пальцем, вот по приказу Дрёма пароля. Так они все такие. Там ведь в чём ужас заключается донбасской ситуации, что у Кремля вообще хреново с кадрами. Даже если уж на столь ответственную полянку, как Крым, пришлось бросить феерически глупого Аксёнова, который, знаешь, вот такой вот он конспиролог-управдом, маниакальный общественник. То есть даже у Такса лучше бы получилось управлять полуостровом, чем это получается у него. Это не моё мнение, это его заместители говорят. То можно себе представить, какая кадровая проблема на Донбассе. И никто не знает, главное, как к ним подступиться, потому что на них Кремль имеет весьма относительно практически никакое влияние, как на любых других уголовников. И что теперь делать с этим уголовным беспределом, который стал законом на Донбассе, вообще никому не поймут. Поэтому это всё оставлено на медленное, страшное, но исключительно вонючее сгнивание. И там пока держится один единственный вменяемый человек, который пытался остановить всё это и перевести, вот как-то мягко переправить всю эту уголовщину во что-нибудь хотя бы политическое возвышенное, имею в виду Антифеева, но в какие-то идеи. Но его там уже давно никто не слушает. И я думаю, что они перебьют друг друга все. Надеюсь, что это произойдёт достаточно быстро. Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела, прекратила сыновек безобразие, ходит в лес человек безбоязненно. В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всякая нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. О, и двоим, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, а жуть! В заколдованных болотах там кикиморы живут, защекочут да и коты и на дно волокут. Будь ты пеший, будь ты конный, за гроба стоют, а уж лешие так по лесу и шастают. Страшно, а жуть! А мужик, купец и воин попадал в тремучий лес. Кто зачем, кто с перепою, а кто с дуру в чащу лес. По причине попадали, беспричинны ли, только всех их и видали, словно сгинули. Страшно, а жуть! Из заморского из лесу, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят. Чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опотом. Страшно, а жуть! Соловей-разбойник главный, им устроил пуйный пир. От них был змей трехглавый, слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели пульники. Танцевали на гробах, богохульники. Страшно, а жуть! Змей-карынщ взмыл на древо, ну, раскачивать его. Выводи разбойник дев, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют. А не то, я знаете, наш всех сгнают. Страшно, а жуть! Тут все взревели, как медведи, натерпелись сколько лет. Ведьмы мы или не ведьмы, мы патриотки или нет? Налил бельма, ишь ты, клещ, отоварился. А еще он на наших женщин позарился. Страшно, а жуть! И словей разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул, рожь, говорит, ты заморский паразит. Долберази, говорит, без бою уматывай. И вампира, говорит, с собой прихватывай. Страшно, а жуть! А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела. Прекратилось и навек безобразие. Ходит в лес человек безбоязненно. И не страшно, не чуть. Ходит в лес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok